Но мы же прекрасно понимаем курс молдавского руководства нынешнего Прессанду. Он четко определен как интеграция, ну правда заявлен как евроинтеграция, а на самом деле как интеграция в евроатлантические и в натовские структуры. Мы также понимаем и знаем тот факт, что Евросоюз давно превратился, как сегодня уже тоже говорила, в предаток НАТО. И нет никаких сомнений с учетом всех этих факторов в том, что подписание упомянутого соглашения в действительности направлено на дальнейшее, можно сказать, такое подтягивание Молдавии к альянсу и милитаризацию республики, а также, конечно, размывание ее нейтрального статуса, который, напомню, был зафиксирован в Конституции. Независимые молдавские эксперты открыто говорят, что Брюсселе, ну и, конечно, Вашингтоне, который за этим за всем стоит, активно готовят Молдавию на роль новой Украины. Ну, собственно говоря, возможно, даже все идет циничнее и даже хуже, потому что Украину-то, по крайней мере, в Вашингтоне решили разрушить вот таким националистическим, переходящим нацистским противостоянием между людьми разной национальности. Здесь-то вообще, в общем-то, доселе непрактикуемое переписывание людей по национальности и приписывание их к другой народности, к другой этнокультурной группе, пусть близкой, но, в общем, вы знаете, это... Я, кстати, беру такую работу на дом, сделать список исторических примеров того, как людей заставляли приписывать себя, выписывать себя из одной национальности и приписывать себя к другой. Ни разу не могу... Я не могу припомнить, чтобы был хоть один исторический пример, но я еще раз говорю, это, так сказать, лакуны моего знания, которые я восполню. Я не могу припомнить, чтобы язык переназывали в пользу другого языка. Но еще раз говорю, возможно, я не знаю, я уточню. Но чтобы в совокупности такое было, и людей переписывали, то есть не даже заставляли себя приписывать к другой группе националей, а заставляли признать, что их национальности в принципе не существует, и они должны теперь называться национальностью другой. В сочетании с теми же процессами в отношении языка, вот такого исторического преступления, такого, а я считаю, что это элементы геноцида, такого я не помню. Вот в такой совокупности. Много что человечество уже прошло и научилось по-разному себя разрушать, но это некий новый элемент, безусловно. Детали соглашения, если мы к нему вернемся, еще предстоит и оценить. История, с другой стороны, показывает, что вот это так называемое содействие Запада, которое опирается на свой многовековой колониальный опыт, опыт российский во многом, никогда все это не приносило тем, кто получает подобную помощь, ни благополучие, ни стабильность, ни безопасность, ни развитие, между прочим. И вообще все это заканчивалось, как правило, трагически. Я уверена, что в полной степени относится и к Молдавии, к сожалению. Но я при этом отмечаю, что люди в Молдавии, граждане Молдавии, люди различной, кстати говоря, национальности, и Молдаване, и люди других, так сказать, национальных, этнокультурных групп активно сопротивляются. Они не дают совершить над ними вот это кочунственное преступление.